Ты несчастлив, Грейди. Почему? Да уж. Можно говорить откровенно? Конечно. Валяй. Главные лига бейсбола и фанаты с удовольствием бросят тебя и этого ботаника под автобус, если ты продолжишь делать то, что делаешь. С помощью компьютера команду не собрать. Нет? Нет. Бейсбол — это не только цифры. Это не наука. Иначе любой бы мог делать то, что делаем мы. Но нет, ведь они не знают того, что знаем мы. И у них нет нашего опыта, и у них нет нашей интуиции. Ясно. Билли, у тебя там сидит пацан из Еля с дипломом экономиста. А я скаут с 29-летним опытом работы в бейсболе. Я знаю. Ты слушаешь не того человека. Есть такие вещи, которые понимают только люди, занимавшиеся бейсболом. Ты принижаешь то, что скауты сделали за 150 лет. В том числе ты сам. Меняйся или сдохни. Все дело в твоем дерьмовом прошлом, да? Какой-то скаут допустил ошибку. Грэдди, хватит. И теперь ты объявляешь войну всей системе. Ты должен принять... Хорошо, хорошо. Моя очередь. Ты ведь не ясновидящий. Ты не можешь предсказать новичку его будущее. И я не могу тоже. Я сидел на всех тех кухнях с тобой и слышал, как ты говоришь родителям. Я все знаю наперед. И что касается вашего сына, я точно знаю. А ты не знаешь. Не знаешь. Слушай, мне наплевать на дружбу, на эту ситуацию, да и на прошлое. Высшая лига бейсбол считает так же, как я. Ты не выиграешь. И я дам тебе бесплатный совет. Ты не найдешь другую работу, когда Шот уволит тебя после катастрофического сезона, который ты нам всем устроишь. Будешь объяснять дочке, почему папа работает в спортивном магазине. Я не уволю тебя, Грейди. Иди ты в задницу. Теперь уволю.